Я хочу себя показать. Неприличное видео. Стою коленки наружу. Это что, со стройки? Ну вот, как-то так. Мальчики, закройте уши. Девочки, на вас встретите. Сейчас будет интимная подробность. Привет, девочки. Сколько там процентов мальчиков, которые меня смотрят? Ну, я продолжаю тему похудения. Или похудания. Скорее всего, это правильно. Сегодня будет совершенно неприличное видео. Мальчики, не уходите. Девочки, тоже оставайтесь в экранах. На сегодняшний день, ну, пока не очень большой результат, но 6 килограммов, 100 граммов. И так примерно прошло 2 месяца. Я худею без фанатизма. Ну, как бы, вот, нет такого, что помираю по 10 килограмм в месяц. Вот, 2 месяца, 6 килограммов. В принципе, нормально. Здоровье надо с вами уже поберечь. Не надо делать какие-то чемпионские похудания. Оно не к чему. Я все хочу себя, как бы, показать. Неприличное видео. Стою коленки наружу. Я хочу себя показать. Ну, извиняюсь, наверное, как-то вот так буду показывать. Значит, сегодня я буду примерять одежду, свою старую одежду и показывать, насколько снизились объемы. Потому что килограммы килограммами, но очень еще важны объемы. Кое-какие вещи я начала смотреть. Вижу, что, в принципе, они немножко начали на мне болтаться. Это поднимает в мое настроение, дает вам надежду, что, в принципе, все в этом мире возможно. И дальше женщина глубоко за 40, скажем, уже за 50, все равно может каким-то образом схуднуть. Вот. Извиняюсь, первый раз показываю свои коленки. В таком вот я в домашнем платьице. Значит, дальше немножко будет, может быть, более приличные виды. Но я вам покажу, насколько уменьшилась у меня талия и немножко повисли там юбки, штаны. Я не знаю, сейчас покажу вам. Ну что, поехали. Пороемся в моем гардеробе и посмотрим, какие на сегодня уже результаты по объемам. Так, сегодня я на работу ходила уже вот так вот. Показываю. Я вам покажу, насколько стала болтаться на мне юбка. Вот я выгляжу как-то так. Издалека вам показываю, пытаюсь громко говорить. Вот какая-то я уже на сегодня день. Вот такая вот. Ну, не знаю, издалека ноги попробую показать. Вот в таком виде. В принципе, я уже начинаю быть довольна своим видом, но до совершенства не еще далеко. Итак, посмотрите, насколько уменьшилась у меня талия и насколько стала болтаться юбка. Извиняюсь за такие интимные подробности. Вот так вот торчит юбка, настолько уже объем. Вот так покажу, больше не покажу, а то там голое тело. Вот так вот. Это уже очень хорошо. Оставляем ту же кофту. Показываю штаны. Не ржите только надо мной. Штанишки такие. Я их покупала в Уникло. Есть такой магазин. Значит, ну это, конечно, модные такие, широкие. Но на тот момент, когда я их покупала, они как-то на мне были плотно. Тут я уже чувствую, что есть вот место. Извиняюсь, вот даже две руки могу засунуть туда. То есть пока не сваливаются, но скорости уже близки к этому. И по идее, по идее, вот чуть-чуть бы, вот так вот где-то, вот так вот, вот этого бы уже лишняя вата. Но я вам показываю, что она сейчас вот модные, широкие такие, но вот это вот уже объем. Лешок, скажем так, лишненький. Это меня тоже радует. Пузико, конечно, еще есть. Но если мы делаем вот такую черную курточку, в принципе, талия есть, бедра есть, штаны уже широковатые. Кто-то меня увидел, сказал, ты что, со стройки? Ну вот, как-то так. Дальше еще раз посмотрим, еще посмотрим, что у меня есть. Итак, так как я толстая, да, в этом сезоне меня пробило на широкие штаны. Это летние такие широкие штаны. Я частенько такие носила. Они льняные, такие хорошо дышащие. Конечно, здесь вот нету такого, что сильно руку просунешь, только потому, что здесь у них резинка. Но вот уже, я вот тут смотрю, вот это вот, вот это место, уже стоит пузырем. Это говорит о том, что размер этих штанов тоже мне уже стал великоват. Несмотря на то, что это широкие штаны, они, в принципе, такие должны быть. Это не значит, что я такого размера исхудала. Но вот это, вот видите, вот это говорит о том, что уже не мой размер. Значит, это слава богу, я всегда говорю, из большего, всегда можно сделать меньшее. У меня есть машинка, я чуть-чуть это дело ушью, и, в принципе, я еще летом подошу эти штаны. Дальше посмотрим. И так отдела штаны, чтобы прикрыть свои коленки. Я хожу в них дома. Это не значит, что я в таком виде хожу куда-то еще на работу. Я вам просто хочу показать вот этот джемпер. Я его ношу постоянно. И вот не очень давно я заметила, вот посмотрите, вот здесь вот он начал как-то болтаться. Это не значит, что я его там растянула, и он каким-то образом у меня растянулся, там я его постирала неправильно. Ну, раньше было нормально, резиночка так, тут хорошо так все было, все плотненько, а сейчас вот какая-то такая уже елочка получилась. Это говорит о том, что, в принципе, наверное, тоже объемы стали меньше. Еще. Я уже не раз худела в жизни, ну, не часто, но тем не менее. И я знаю. Так, мальчики, закройте уши, девочки, на вас встретите. Сейчас будет интимная подробность. Лапки начинают, ножки худеют. Я сейчас очень много хожу, пешком просто, вот я не знаю, сколько километров наматываю, ну, фиговую тучу. Кстати, мне намного стало легче ходить по... Лисохой покажу, а то вы там все смотрите мою попу. Мне стало легко ходить по лестницам. Я быстро разбираюсь. И первый признак того, что ноги начали снижать объем, и жир стал уходить, извиняюсь за интимную подробность, когда вот здесь вот вы щупаете, вот здесь свои ноги, да, вот в этих местах, если жира у вас много, здесь такой жесткий, как бы плотный такой, как бы, ну, плотное все, если жир начинает уходить, здесь становится так мягенько-мягенько, потом дальше вот тут вот будет мягенько, вот в этих местах. Это будет говорить о том, что жирок уходит, лишний. Остается там не знаю, чем шкура баллоне, но это уже, это уже в принципе хорошо. Так что, видите, юбочка, с одной стороны я очень люблю этот жемперочек, с другой стороны, я лучше себе куплю новый. Меньшего размера. И вот я вам хочу показать, как сейчас будет лук. Никакой это не лук, это чеснок. Вот это у меня костюм. Я его покупала, когда была несколько худее. Сейчас, в общем-то, потом я его стала не носить, потому что у меня начало все вылазить. И сейчас, в принципе, тут вот многовато в руках, вот в этих местах тоже многовато. Но я его, помню, купила, я приехала, я его скупила с границы, он достаточно дорогой, такой костюмчик, где-то отвалила около 350 евро за него тогда. Я приехала к друзьям в Австрию, в совершенно спортивном виде, в кроссовках, в чем там, в джинсах. Они сказали, пошли в детскую оперу. Я думала, я же не могу в джинсах, в кроссовках пойти, в оперу. И я побежала в магазин, его купила. Но чтобы прикрыть, вот свои полные плечи, есть такая вот, я не знаю, как она называется, палантинка такая, как она вот эта штучка. И вот он такой, достаточно элегантный. Костюмчик. Я его прекратила, ну, когда оденешь колготки, вообще хорошо, каблучки тоже, как-то хорошо. Я его прекратила носить, как бы стал немножко толстенько, потому что тут живот пошел, все дела, как-то стало стесняться. А теперь вот я чувствую, что, в принципе, можно начинать его носить. Это так, я вам показываю, чтобы тут не видно, как объемы снизились. Ну, по крайней мере, я могу вернуться к каким-то вещам, из которых я ранее выросла. Вот такой костюмчик у меня есть. Итак, переоделась в домашнюю одежду, чтобы с вами поболтать. Сейчас вот так вот. Привычки. Привычки, которые изменились. Что очень меня радует. Я, вот так вот уж покажу, как есть, какая я. Я прекратила, у меня вечером прекратился сжор. Я думаю, что это был психологический сжор. Как ночь в стране дураков закипела работа. У меня были походы к холодильнику. Теперь мне не надо, в принципе, закрывать холодильник на замок. Мне не надо там не держать те продукты, которые я раньше, у меня лапки тянулись к ним, чтобы обязательно что-нибудь сожрать вечером. То есть теперь мой организм меня психологически отпустил. Я вечером ничего не хочу жрать. Вот я прямо вам скажу жрать, потому что раньше это было жрать. Теперь я кушаю. Конечно, у меня не получается до шести покушать, потому что я приезжаю с работы уже поздно. Но я уменьшила порции. Я уменьшила жирность пищи. Я... Чего я уменьшила? Я убрала мсяо. Это я уже говорила. Я оставила рыбу, креветки, брокколи, овощи. Не знаю, там, салатов немного, кашку. Ну, какие-то таки дела. Убрала сахар и убрала хлеб. Хлеб я ела за эти два месяца. Ну, если три раза ела, то это уже для меня перебор. Так что психологический организм меня отпустил. Вечером я перед самым сном, у меня уже пошел ритуал, я пью чашку без сахара, естественно, зеленого чая. У меня уже прям тянет. Я уже иду в постель, я беру чашку зеленого чая, что-то еще смотрю на компьютере. И, в принципе, вот таким образом. Пить равно, где-то я читала, что надо. Так что буду дальше продолжать. Физические упражнения у меня жуткая просто ходьба ежедневная. Но это мне нужно просто по работе. И чувствовать я себя стала намного легче. Ноги, кстати, у меня раньше отекали жутко. Ой, у меня это слово жутко прямо уже 5 раз. Ноги у меня сильно отекали. Сейчас ноги почти не отекают. Можно сказать, вообще не отекают. Так что это тоже положительный момент. На здоровье лучше, на фигуру лучше, на возраст тоже лучше. Я взвешиваюсь так же каждый день на этих вот моих особенных весах, которые показывают проценты жира и всего остального. Это помогает мне держать себя в рамках. И если они мне показывают, что я покушала, покушала, покушала что-то за день, и это превышает 500-700 грамм, ну тут бамс, к вечеру. Я думаю, так, на завтра я уже чего-то объемы снижу и не буду столько наедаться. Да, позволяю себе очень много яблок есть. Так что будьте со мной в моей борьбе с лишним весом. И я уже понимаю, что моя борьба раньше была неравной. Жиробас побеждал. Теперь, в принципе, я думаю, что я победю жиробаса. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok